Добро пожаловать в Казахстан еще раз. Мы очень ценим то, что вы приехали сюда. Мой первый вопрос вам. Вы помните свое самое первое выступление в составе Modern Talking? А в Казахстане или... Нет, в самый первый ваш выход, будучи участником 80-х. Это было в Германии. Дайте так подумать. Это было в январе 85-го года. Боже, это был Питерс поп-шоу? Нет, это было чуть позже. Ну как чуть позже? Где-то через 9 месяцев после первого выступления. Но это было наше первое появление на ТВ. Это было начало января, где мы исполнили You're My Heart, You're My Soul. И спустя несколько недель мы взорвали чарты. А еще через несколько месяцев мы забрались на первую строчку. И после чарты других стран тоже. Это прекрасно. А вы помните, как проходил процесс создания записи You're My Heart, You're My Soul? Знали ли вы тогда, что эта песня взорвет чарты? О нет, ты этого никогда не знаешь. Но я очень четко помню, как проходила запись, потому что, как всем известно, я из Германии и пел на немецком. Я помню, как сказал Дитеру, давай будем петь на английском. И он ответил, я не думаю, что это хорошая идея, потому что некоторые люди, которые тебя знают, скажут, что сначала ты пел на немецком, а теперь ты переключился на английский. Поэтому это не самая лучшая идея. Я сказал, окей. И сказал, давай попробуй. Тогда снова на немецком, я был в студии в сентябре 1984 года, и я записывал тогда новый сингл на немецком. И тогда Дитер ко мне подошел и сказал, я подумал о твоем предложении о песнях на английском. Я написал песню, и у нас все еще есть время в студии, может быть, ты попробуешь ее спеть? Я сказал, вообще без проблем. И эта песня была You're My Heart, You're My Soul. Скажите, мистер Андерс, песни Modern Talking все еще актуальны сегодня. Как вы думаете, что заставляет людей возвращаться к ним снова? Даже я выросла на вашу песню. Я выросла на ваших песнях, тоже. Да, мне тоже. И я все равно слушаю их? Я не знаю. Вы знаете, должно быть что-то в этих песнях. Я думаю, что эти песни очень коммерческие и в позитивном ключе. Ты можешь подпевать им. Тексты несложные. Я думаю, что комбинация голоса и самой мелодии очень идеальна. И знаете, у меня есть одна история, которая может все это прояснить. Когда мой сын, сейчас он взрослый уже, но тогда он был еще маленький, ему было три или четыре годика. Он ходил в садик, и однажды я его оттуда забирал. И там были дети, которые тоже выходили из садика, и они пели «Cherry Sherry Lady». Я сказал, вау, это оно. Потому что даже если трехлетние дети поют эти песни, это значит что-то особенное. Это на самом деле так. Смотрите, многие артисты устают от своих песен. И это нормально, потому что они исполняют ее снова и снова в течение нескольких лет. Вы когда-нибудь уставали от своих песен? Если да, то как вы справлялись? Да, в какой-то степени так оно и есть. Но я больше отношу себя к везунчикам, потому что у меня есть очень много хитов и очень много песен. Поэтому у меня всегда есть выбор. Я могу выбрать, если я устал от одной песни, я ее убираю из программы. И уже на следующую программу я ее могу вернуть, потому что я меняю свою программу каждые два года. И поэтому я не устаю. Я их называю большой шестеркой песен, которые были номер один. А еще всегда разная аранжировка. Да, я именно, я их меняю. Люди сегодня увидят на этом концерте, это уже другое «You're my heart, you're my soul». Оно отличается от версий 80-х. Она звучит как песня 2023-2024 годов. И это все легче, и их слушать и петь удобнее. У вас всегда было и все еще много фанатов. В 80-е вы были символом, и многие девушки вас обожали. Расскажите мне историю, когда ваши фанатки переходили грани, совершали сумасшедшие вещи для вас. У меня много сумасшедших историй. Очень много. Давайте самую сумасшедшую. Ну я даже не знаю, с какой начать. Самая сумасшедшая была однажды, мне нужно было выгулить собаку. Я всегда так выгуливаю собаку. Я помню, как пришел с вечеринки со своей супругой, и она мне говорит, может ты выгулишь собаку? Я сказал, конечно, без проблем. И тут прямо между деревьев выходит моя фанатка и говорит, добрый вечер. А это было 2.30 утра. Я был в шоке до смерти. Даже моя собака в шоке была. Она начала лаять и начала говорить, тише, тише, потому что все соседи спали. Я думал, как долго она меня так ждала. И о чем она думает в середине ночи? Она подходит мне и говорит, добрый вечер. Как ваши дела? Это же сумасшествие. Или другая история, когда одна девушка, я не хочу называть страну, но это была европейская страна, она проделала большой путь, приехала из другой страны, и она спала напротив моего дома. И она говорит, у меня нет денег. И я говорю, и что ты думаешь? Даже не думай, что ты можешь остаться у меня дома. Но у меня нет денег, говорит она. Я позвонил в отель, забронировал номер и сказал, ты можешь позвонить своим родителям или кому-нибудь еще, и ты можешь вернуться или ты можешь поехать в свое посольство. То, что я ей сделал, в принципе, так на следующее утро. Я заплатил ей за отель и дал ей денег на поезд и билет, чтобы она добралась до своего посольства, чтобы она вернулась домой. Так что таких ситуаций было очень много. Да, это сталкерство. А такие ситуации повторяются сейчас? Происходило ли такое снова в вашей жизни? Нет, за последние годы это было больше. Это было в первые периоды моей карьеры. Я думаю, что сейчас многие мои фанаты, это уже взрослые люди, не тинейджеры, не 15-16-летние люди. Но в 80-е им было столько лет, и поэтому было много девушек, которые делали разные странные вещи. Давайте поговорим теперь о настоящем. О чем ваше творчество сейчас? В каком направлении вы сейчас идете? Я очень успешен в Германии на немецком языке. Я делаю очень много шоу в Германии, и это мне очень нравится. Я пишу альбомы на английском. Сейчас я в турне и готовлю новую программу, и на следующей неделе я буду выступать в странах Прибалтики. Поеду в Баку в августе. У меня тур по Америке. Там я посещу 8 городов, а потом поеду во Францию. И так далее, поэтому я занятой человек, большую часть своего времени. Я делаю много шоу и новую музыку. Вы вчера были в Астане? Нет, вчера я был в Алма-Ате, а за день до этого я был в Астане. Точно, за день до, прошу прощения. Вчера вы были в Алма-Ате, за день до в Астане. Как вам ваша публика? Знаете, я только вчера говорил публике в Алма-Ате, я там выступал на Медео. Я вспоминал, я даже перепроверил. Мое первое шоу в Алма-Ате было 33 года назад, на этой же арене. И вот спустя 33 года я снова туда вернулся. Для меня это было как вернуться домой. Я выступил для 14,5 тысяч зрителей. Это было сумасшествие. И сегодня я впервые выступлю для шимкенцев. Спасибо большое, мистер Андерс, за ваше уделенное время. Спасибо большое. Спасибо большое. И я надеюсь, что я увидел вас сегодня в шоу. Конечно, вы.